Спуск к морю на улице 40 лет победы. С этого места начался обход. Такая форма контроля весьма эффективна, становятся видны малейшие недочеты. И замечания не заставили себя ждать. Посмотрите, что здесь отворится. Что это за трубы, кто мне скажет. Это город. Это центр города. До завтра, чтоб тут все было наведено. Еще одна ежегодная проблема. Рекламные объявления, расклеенные на урнах. Предприниматели, пытающиеся таким способом продвигать свои услуги, будут оштрафованы. Урны приведены в порядок. Засохшие декоративные кустарники в вазонах. Убрать сухостой и высадить растения, для которых благоприятен местный климат, дает поручение Юрий Поляков. Провалы в тротуарной плитке, давно не крашенные фонарные столбы. Эти недочеты должны быть устранены в ближайшее время. Много вопросов к ограждению набережной. Основания отдельных секций расшатаны. Их надежно закрепят специалисты ремстроя, а поврежденные элементы заменят. Уже сегодня надо готовиться к уродному сезону. Потому что потом тепло, потом некогда, потом отдыхающие. То есть я дал поручение ЖКХ первому заместителю, для того, чтобы уже, а сейчас, навели порядок за забором. Проведили территории. Новые малые архитектурные формы, то есть мы ставить будем там часть красивых парусов, а фонарей. То есть с объектами торговли разобрались. Сегодня задача одна – максимально навести порядок, пока есть хорошая погода. Потом будет проще. То есть мы задачу ставим подкрасить, подбелить, проредить, привести эту куровную зону, где светлыхающие, в порядок. Глава Анапы побывал в сквере воинской славы. Здесь по поручению Юрия Полякова идет реконструкция пятиконечных звезд с именами анапчан, героев Советского Союза и России. Они будут подняты на метр от поверхности земли, укреплены на надежных постаментах и подсвечены. Это лишь часть работ по улучшению внешнего облика сквера. В дальнейших планах – замена фонарей и обновление входных стел. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Анапа-регион.